Доброе утро! На календаре лето. А какое лето без окрошки? Да никакое. Окрошка это не просто еда, это ритуал, традиция, культ. Лето без окрошки не бывает, поэтому готовим окрошку. Наша окрошка будет состоять из классического набора ингредиентов, но технология приготовления и сервировка будут немного другие. Покажу, как нашу любимую окрошку поднять на высокий гастрономический уровень. Вот наши классические ингредиенты. Смотрите, у нас тут и редисочка, огурчик, зелень, картошечка, яйца. Все вроде как обычно, да? Но в окрошке, помните, всегда есть какая-то мясная составляющая. Либо колбаса, либо язык, кто-то кладет индейку. Короче, я вам покажу, как сделать сегодня окрошку с рулетиками из курицы. Это будет вкусно, четко, а самое главное красиво. Такую окрошку вы могли получить где-нибудь на террасе какого-нибудь модного столичного ресторана. Начинаем! Первым делом нужно сделать стильные, крутые, маленькие куриные рулетики. Знаете, задача состоит в чем? Я потом планирую сделать эти рулетики, красиво их нарезать и красиво подать в окрошки. Берите способ на заметку. Такие рулетики подойдут не только для окрошки, но и для салатов, закусок и красивых фуршетов. У меня здесь куриная грудка, ее нужно правильно подготовить. То есть срезаем с нее раз слайсик, вот так вот верхушечку. Если мы из целой грудки сделаем рулет, то он будет слишком толстый, поэтому надо несколько. Я думаю, рулета три, наверное, сделать из этой грудочки. Наша задача тоненько разрезать куриную грудочку. Раз, два, три. Нужно сделать из куриной грудки такой коврик, отбить, потом смазать вкусной начинкой и сделать рулетик. Для этого воспользуемся пищевой пленочкой. Просто понимаете, фишка рулетика, что он будет не просто большой рулет, а он будет маленький такой, красивый, деликатный, очень красиво выглядит. Значит, берем пищевую пленочку, вот так вот, кладем на нее кусочек грудки. Раз, отрезаем. Потом прямо вот на этой пленочке, прямо с помощью нижней пленки будем заворачивать рулет. Теперь покрываем сверху и спокойненько отбиваем. Курочку нужно отбивать плоской стороной, иначе вот этими шипами быстро сделаете дырки и ничего не получится. А плоская сторона, она вам обеспечивает равномерное разбивание. Разбиваем от центра в сторону краев. Если сейчас кто-то думает, что, Саш, ну че, ну давай просто нормальную окрошку нарубим, в тазик сделаем, не торопитесь. Тазик своей окрошки вы всегда на даче успеете сделать, тем более я вам уже много раз показывал, как делать самую шикарную окрошку. Сегодня время гастрономической окрошки, модной и красивой. Отбили. Так, коврик готов. Теперь рулетик из курицы. Он у меня будет не только красивый, но еще очень вкусный. Так вот, чтобы он стал вкусный, мне нужно сделать к нему такую классную ароматную намазку. Смотрите, два зубчика чеснока отправляется в кутер. Туда добавляем листики петрушки с веточками вместе. И немножко растительного масла. Если у вас такой штуки нет, можете мелко ножом нарубить все, с маслом замешать тоже нормально будет. Так, опа, вот он наш коврик. На нем, конечно, не улетишь никуда далеко, но все-таки коврик есть коврик. Так, конечно же, немножко соли и перца. А теперь немножко зеленой намазочки. Смотрите, какая она у нас получилась ароматная, чесночная и очень вкусная. Рулетик пропитается этой вкуснятиной. Курочка будет просто таять во рту с ароматом чеснока и зелени. Нужно завернуть его плотненько, красиво. С помощью пленки удобней завернуть рулет. Поднимаю и немножко вот подкручиваю. А теперь нам нужно сделать его плотненьким. Берем краешки и вот таким вот образом аккуратненько его подкручиваем. Раз, раз. Тем самым он у нас фиксируется вот здесь и фиксируется по бокам. И становится красивый плотный рулетик. Вот так вот крутите, крутите, делайте из него вот такую плотную конфетку. Опа. Все. Делаем несколько рулетиков и варим их прямо в пленке. Как вы догадываетесь, воду солить не надо. Потому что рулетики-то у нас пленочки. Если для вас это скажется чем-то необычным способом, скажете, Саша, как это пластик? Он сейчас расплавится. Ничего не случится. Благодаря пластику у вас все четко приготовится, зафиксируется. Рулетик станет плотненький, кругленький. И пакетик не расплавится, не переживайте. Ставим огонь на минимум и готовим около 10 минут. Пока варятся рулетики, начинаю подготавливать ингредиенты для окрошки. У меня здесь классический набор ингредиентов. Это картофель, редиска, огурчики, зелень. Только смотрите, у меня идея. Я не просто вот эти все нарежу в тазик в один, перемешаю, заправлю квасом и так далее. Я сделаю красиво и изящно. Смотрите как. Чистим картофель. Картофель я запекал в кожуре. Как я обычно это делаю. Я взял картофель, его как следует намыл, затянул фольгой, убрал в духовку. Минут на 30-40. При такой технологии картофель сохраняет в себе весь вкус. Так же, кстати, как и рулетики. Весь этот вкус, смотрите, он же вот этот сок куриный, он никуда не девается. В воду не выходит, он остается внутри. От этого вот эта курочка будет самая вкусная. Вы когда-нибудь видели где-нибудь в интернете, когда приносят какие-нибудь красивые ингредиенты, официант подходит так к столу и так заливает их какой-то жидкостью? У меня такая же задумка. Во-первых, надо все ингредиенты подготовить, аккуратненько разложить, а потом красиво собрать блюдо. Картошку. Как же мы ее нарежем? Сейчас я подумаю. Так, аккуратненько. Здесь будет нарезка немножко крупнее, чем в обыкновенной окрошке, но в этом и фишка нашего блюда. Так. Я думаю, вот столько будет достаточно. Перепелинные яйца, их нужно почистить. Обычно, конечно, кладут обычные куриные яйца. Я решил добавить перепелинные, потому что перепелинные, они сами по себе маленькие, красивые, круто будут смотреться гастрономично. Так, их надо постараться очень аккуратно почистить, чтобы не повредить форму. Надрываете пленочку. Видите? Ранили пленочку, а потом окунаете просто в воду. И они в воде у вас через 5-10 минут, они сами легко, скорлупка от них отходит. Это чтобы не заморачиваться, когда нужно много яиц почистить. Друзья, пока мы тут с вами бла-бла-бла-бла, рулетики-то готовы. Достаем их. Нужно, чтобы они полностью остыли. Тогда они станут плотные, весь сок впитается обратно, и рулетики будут красивые, и можно будет их легко нарезать. Следующий ингредиент – огурчик. Здесь я хочу сделать особым способом. Отрезаю краешек, и дальше экономочкой делаю вот такие вот полосочки. Овощечистки удобно это очень сделать. Вот так вот – раз, 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 раз. Теперь редисочка пошла. Давай, маленькая моя, аккуратненько ее нарезаем слайсиками. И рулетики охладились. Нарезаем колечками. Маленький чудо-рулет получился. Пахнет вкусно, чесночок, зелень. Красота. Отлично. Ну что, яйца теперь перепелиные разрежем на две части. Аккуратненько. Раз. Знаете, когда делаешь серьезную гастрономическую презентацию, нужно думать над каждой мелочью. Видите, разрезал ножичком перепелиное яйцо, ножичек запачкался. Если бы разрезал следующее, были бы такие краемочки не очень красивые. Поэтому ножичек протираю и разрезаю второе яйцо. Вот так вот. Нюанс на нюансе. Все, ребята, ингредиенты готовы. Собираем блюдо. Начинаем с картошечки. Кладем так вот кусочек. Смотрите, один сверху, другой боком, другой с уголочком здесь. Беру огурчик и аккуратненько вот так вот заворачиваю. Так вот его сюда кладем. Надо создать, короче, здесь такой мирок, чтобы хотелось в нем чуть-чуть пожить. Ну, типа, сделать такую красоту там, чтобы так и хотелось туда прыгнуть с головой в эту окрошку и покупаться там. Типа ты огурец. Так вот и создаются всякие невероятные вещи на планете. Кладем яйца. Аккуратненько теперь выкладываем рулетик. Кусочек сюда, смотрите, кусочек сюда. Видите, под углом, красиво. Немножко вот так вот пинцетиком, вот так вот немножко сюда. Раз. Понимаете, дайте фишку нашего рулета. Почему это все так классно, гастрономично выглядит. Теперь редисочка пошла. Красиво. Дальше. Сметанка. Холодненькая. Где у меня? Вот она. Значит, сметанка должна быть плотненькая. Сразу предлагаю ее не замешивать туда, а гастрономично положить. Сейчас покажу, как. Чуть-чуть сюда сметанки. Раз. Потом немножко вот сюда сметанки. Два. Останется только залить квасом и все перемешать в тарелке. И наблюдать за гастрономическим шедевром. И все. Поверьте мне, если такую окрошечку сделаете, все сойдут с ума от красоты. Немножко зерновой горчицы. Именно зерновой. Смотрите, как она красиво выглядит. Сюда чуть-чуть добавим. Немножко на сметанку. Сюда добавим. Сюда. Сюда. То есть создаем поляночку красивую. Обычно вы как бы как делаете? Замешивайте все целиком, да? Заливайте квасом. Сверху сметаны, зелень. И погнали. А здесь, видите, гастрономический шедевр создаем. Так. Давайте сюда немножко вставим редиски. Все. И обязательно украшаем укропчиком. Красивыми листиками. Вот сюда еще. Смотрите, да? Без укропчика не так красиво. А с укропчиком сразу начинает прям вообще фантастически все играть. Ай, вот да красота какая. Пока это похоже на какой-то красивый стильный салат. Чтобы это превратить в нашу любимую окрошку, нужен квасинский. Квасинский. Квасинский, друзья, квас. Окрошка на квасе мне больше нравится, чем на кефире. Смотрите, показываю, как сделать это круто, чтобы сохранить газы, но насытить квас вкусом. Для этого мне нужно чуть-чуть кваса, совсем небольшое количество. То есть сначала делаем концентрат. Концентрат это мощь вкуса, потом который разбавляется обыкновенным квасом. Тем самым мы не теряем газики. Смотрите, значит, я беру квас, туда добавляю горчичку. Квас у нас должен быть с горчичкой, такой вкусный, крутой. Дальше, чтобы квас был еще вкуснее и ярче, добавляем туда небольшое количество сахара. Совсем чуть-чуть, видите, реакция пошла. Соль и кислота. Обычно, знаете, вкуса обыкновенного кваса не хватает, потому что у тебя же куча овощей. У тебя все разбавляется сметанкой, овощами. И ты ешь, и как бы все как-то пустовато. Поэтому всегда я приукрашиваю вкус такими ингредиентами, как горчичка, кислота. У меня здесь вот уксус яблочный. Это и есть концентрат. То есть он стал ярче, вкуснее и мощнее. Сначала все это перемешивайте отдельно. То есть во время перемешивания, надо же сахар растворить, горчичку перемешать. Все газики кваса уходят, а важно их сохранить. Поэтому сначала делается концентрат, а потом уже аккуратно разбавляется квасом. Это секрет вкусной газированной окрошечки. А вот теперь, друзья, в конце, когда у нас концентрат готов, разбавляем его обыкновенным квасиком. Вот так вот. И что происходит? Концентрат быстренько перемешивается с квасом, а газики особо никуда не уходят. Вот так вот раз, два, перемешали. Дальше. Как красиво подать в крошку. Делайте серьезные выражения лица, вообще на полных понтах и уверенности, что только такая крошка может быть самая лучшая. Ставите вот эту тарелочку перед гостем, вот так вот. Подходите так с графинчиком кваса и делайте вот так вот. Смотрите, какая красота происходит. Пожалуйста, ваша окрошка, сэр. Конечно, эту всю красоту нужно нарушить, чтобы получить вкус, чтобы горчичка перемешалась, сметанка, и все ингредиенты стали частью окрошки. Берем вот так вот и перемешиваем. И все, смотрите, и та самая окрошечка становится вполне узнаваемой. Вот так крошка какая. Вы знаете, вот любой квас, он же разный бывает, бывает недостаточно вкусный. Вот по моей технологии, любой даже невкусный квас можно сделать правильным, мощным и крутым, чтобы вкус был насыщенный. А вот он и рулетик. Вот такая окрошечка точно будет казаться выигрышней и вкуснее, когда тебе вот так вот ее презентуют. Короче, хотите кого-то завоевать окрошкой, либо удивить, либо выиграть чемпионат по окрошке, делайте так и поймете, что это круто. Для окрошки нужны квас, куриная грудка, запеченная картошка, огурец, редиска, яйца, чеснок, зерновая горчица и обычная, яблочный уксус, сахар, петрушка, укроп, растительное масло и сметана. Порция окрошки 81 рубль.